Я вас приветствую, уважаемые слушатели, программа «Они. Открытие. Находки. Исследование». В начале программы новости науки от журнала «Наука и жизнь». Алексей Соломин изложит нам. Группа британских учёных вывела генетически модифицированных кур, которые не распространяют птичий грипп. В клетке зародышей кур был внедрён специальный набор РНК-молекул, способных вступать во взаимодействие с одним из ферментов вируса. Инфицированные гриппом птицы таким образом становятся не опасны для здоровых сородичей. Потомство трансгенных кур также сохраняет способность противостоять птичьему гриппу. Учёные говорят, что для подтверждения безопасности трансгенных кур для человека потребуется ещё несколько лет исследований. По мнению экспертов, после завершения клинических испытаний трансгенные куры, устойчивые к птичьему гриппу, могут стать доступными как для крупных производителей, так и для мелких фермерских хозяйств. По данным НАСА и другой американской научной организации Национального управления океанических и атмосферных исследований, 2010 год сравнялся по температуре с прежним рекордсменом 2005 годом. Подсчёты среднегодовой температуры поверхности Земли ведутся с 1880 года. Для 20 века этот показатель, усреднённый за 100 лет, составил 13,9 градуса Цельсия. В 2010 году средний показатель был превышен на 0,62 градуса. Такое же превышение отмечалось в 2005. Последним годом удержавшимся в рамках средних значений был 1976, а по влажности 2010 оказался рекордным с 1900, хотя количество осадков сильно различалось по разным регионам. Например, в Канаде 2010 был самым сухим с 1948 года. В 2006 году Дэвид Ферручи, старший менеджер отделения IBM по семантическому анализу, проверил, насколько эффективно самый мощный компьютер компании справляется с задачами телевикторины Джопарди. Её российский аналог — своя игра. Тогда результат оказался катастрофическим. Количество правильных ответов не превышало 15%. Ферручи заинтересовался причинами неудачи суперкомпьютера и в 2007 году смог убедить руководство дать ему возможность заняться разработкой системы, способной эффективно отвечать на неформализованные вопросы. И вот результат. Компьютер победил живых игроков, пользуясь только тем, что было у него в памяти. Поиск в интернете был запрещен. Предполагается, что в будущем подобные суперкомпьютеры будут помогать врачам принимать правильные решения с учётом всех результатов обследований, а также заменят операторов в компьютерных и телефонных службах. Сто лет назад, в 1911 году, физики впервые наблюдали явление сверхпроводимости. При очень низкой температуре металлы могут терять электрическое сопротивление. А сейчас группа учёных из Англии, Германии и Японии обнаружила переход к сверхпроводимости под действием лазерного луча. Материал на основе окислов меди совершенно не пропускает электрический ток даже при температуре минус 253 градуса Цельсия. Когда же его подвергли удару инфракрасного лазерного луча, он на несколько долей секунды стал сверхпроводником. Авторы эксперимента предполагают, что такая встряска выстроила электроны в общий поток, движущийся через атомную решётку без сопротивления. Алексей Соломин с новостями от журнала «Наука и жизнь». Спасибо Алексею. Новости подробнее вы можете узнать на интернет-сайте этого журнала «Наука и жизнь». Недели три назад мы говорили со слушателями, и я тогда задал вопрос, какие программы, какие темы вы хотели бы услышать в ближайшие полгода в программе «Они». И было очень много предложений послушать известного космолога, чтобы нам рассказали о космологии, такой науке, о Вселенной. И сейчас у нас такая возможность предоставленная. Владимир Лукаш, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом теоретической астрофизики Астрокосмического центра ФИАН, физического института Академии науки. Я вас приветствую, Владимир Николаевич. У нас есть такое расхожее убеждение, я его неоднократно повторял в эфире, что космологи на вопрос о структуре Солнечной системы, они говорят, мы на мелочи не отвлекаемся или на частности. Это правда? Ну, отчасти так. Что такое космология тогда? Космология – это наука Вселенной. Вселенная – один из объектов, который изучает человека, в общем, окружающего мира. Но особенность в том, что мы находимся внутри этого объекта. То есть это очень большой объект. Вот, большая система. Более того, свет приходит к нам, оставаясь внутри этой системы. То есть границ мы пока не наблюдаем, и оттуда просто информация до нас еще не дошла. А есть границы Вселенной? И значит ли ваши слова то, что за пределами Вселенной еще что-то есть? Ну, в общем, это вопрос важнейший. Один из важнейших. Конечно, теоретически есть принцип Коперника, который, так сказать, в науке вполне уважаем и нормален. Что таких Вселенных, как наша, должно быть много. То есть должен быть механизм космогенезиса, который генерит. Или называется это иногда «малтиверс», перевод дословно с английского, если так. Ну, приняты термины в русскоязычной литературе тоже. Вот, если, допустим, в 20 веке была единственная модель универса, универс это и Вселенная, в переводе с английского, «юниверс». Вот, то есть это единственный объект, который мы наблюдаем. Но в каком-то мере, действительно так, эмпирический путь познания науки, он фиксируется на эксперименте, на наблюдениях, на опыте. Ну, а если информация снимается с конечного, так сказать, с конечной части вот этого объекта, который мы называем Вселенной, ну, что тут поделать? Напомню нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашей беседе, присылая смс-ки на номер плюс семь девять восемь пять и девять семь семь ноль четыре пять четыре пять. У нас есть довольно много вопросов на интернет-сайте радиостанции «Эхо Москвы» и в Фейсбуке, где я тоже предложил моим друзьям обсудить эту тему. Мы обсуждаем стандартную космологическую модель и космогенезис. Владимир Николаевич, а что такое стандартная космологическая модель и когда она была разработана? Ну, вот это вот самый главный момент. Все-таки наука – это эмпирический путь познания человечества через опыт, через наблюдение. Строятся модели, физические модели, которые отображают реально окружающий мир. И на основе наблюдения, конечно, создаются теории, которые дают представление о том, какие реальные процессы происходят в окружающем мире, на каких законах базируются. Законы сохранения энергии и импульса, например, такие базовые вехи, которые закладываются в теории. И дальше расширяются границы этой теории. Вот. И в начале этого века произошло важнейшее событие в истории науки, не только в истории физики, в истории вообще этого, в истории науки. Это создание стандартной космологической модели. Значит, до этого стандартной космологической модели не было и было несколько моделей космологических. — Да, был так называемый рынок моделей. Это все было связано исключительно с тем, что был недостаточно хороший уровень наблюдений и экспериментальных данных, и наблюдательных данных. — Поэтому какие-то черты, свойства окружающего мира уже были известны, но какие-то нет. И в этой ситуации, это обычная ситуация, часто в науке случающаяся, естественно, есть конкурентные модели. — Ну вот в начале этого века был осуществлен проект WMAP, это космический телескоп, который наблюдал реликтовое излучение, его структуру, который, собственно говоря, это стандартная модель. То, что сейчас называется, она существовала в рынке моделей, она еще и в 80-е, и в 90-е годы, естественно, была после, с определенным успехом, так сказать, конкурировала, но строгого доказательства не было. — И вот эта вот структура анизотропии реликтового излучения подтвердила все предыдущие данные, которые были с большими ошибками сделаны. Всегда идет экспериментальное наблюдательное развитие по пути увеличения точности наблюдения. Вот это очень важный момент. И произошел качественный скачок в понимании того, какая же модель действительно наиболее стандартная. Слово означает, что эта модель объясняет всю совокупность наблюдательных и экспериментальных данных на сегодняшний момент, которые имеет человечество, в пределах тех ошибок, которые есть. То есть развитие модели, их совершенствование возможно только по пути дальнейшего увеличения точности экспериментальных данных. — И в чем же был прорыв? В чем суть этой модели, к которой привел вот этот самый прорыв? — Ну, прорыв состоял в том, что все конкуренты отпали. То есть они ушли в недосягаемое прошлое. И эта стандартная модель, я уже сказал, главное ее свойство, то, что она объясняет все данные, которые мы сегодня имеем. То есть дает основания нам полагать, что, в общем, мы понимаем физику процессов, которые происходят. Но в этой модели есть параметры, конечно, которые в модели просто задаются. Эти параметры определяются эмпирически. — Можете привести тезис на хотя бы два-три тезиса из этой модели? — Ну, ключевые параметры стандартной космологической модели, это хорошо известно, это темная материя, темная энергия. Это основные компоненты вещества, материи, из которых состоит наша Вселенная. Когда я говорю слово Вселенная, я имею в виду вот видимой Вселенной. Та часть, которую мы изучаем и можем изучать и видим. Но надо сказать, что мир-то один, в котором мы живем, и модель должна быть одна. Вот. И поэтому режет ухо, может быть, многим людям, когда говорят стандартная космологическая модель. Надо напомнить, что есть стандартная модель элементарных частиц еще. То есть мы, единой модели мира, конечно, у нас еще нету. Вот. Есть, так скажем, две асимптотики этой модели. Вот стандартная модель элементарных частиц — это малые масштабы, и стандартная модель космологическая — это большие масштабы. — А пересечения нету между ними? — Пересечения интересные очень. — Потому что я в детстве читал книжки, там говорили, если у нас электроны вокруг атома бегают, это очень похоже на движение планет вокруг звезды. — Ну, нет, нет. Пересечения имеется в виду... Мы можем только про параметры говорить. Вот параметры... Слушай, теория, на которых базируется стандартная космологическая модель — это теория относительности, теория Эйнштейна. Вот. И... Ну, тут ничего удивительного нету, потому что... Во-первых, эта теория... Все эксперименты и тесты, которые до сих пор люди делали с этой теорией, они успешно подтвердили ее. Но это не означает, что это, так сказать, всеобъемлющая теория. Теория, бесспорно, есть границы. Но пока никаких оснований в той области энергии и масштабах, которые мы изучаем, нет никаких оснований считать, что теория не работает. Но это предположение. То есть вот на этой теории базируется сама модель. А параметры — это, как я уже сказал, экспериментальный путь экспериментальных исследований и свойств. Но надо сказать, отвечая на ваш вопрос, что параметры не пересекаются. Вот это самое интересное. То есть наши знания о мире не полны, наша физика не полна. Значит, например, такие свойства, вещества, которые мы наблюдаем, вот, как в структуре темной материи, то, что мы называем темной материей, — это частицы неизвестной природы. Их нет в стандартной модели элементарных частиц. То есть эту модель надо расширять, и бесспорно, это совершенно нормально для науки. То есть отодвигается край познания, расширяется область познания, но, естественно, наука на все вопросы пока отвечает. Ответить не может, и, наверное, никогда не сможет ответить. — Владимир Лукаша, доктор физико-математических наук, профессор и заведующий отделом теоретической астрофизики Астрокосмического центра ФИАН, гость программы «Анина» радио «Эхо Москвы». Слушателям обращаюсь, присылайте свои комментарии и вопросы на номер 7-985-970-4545 смс-ками. Мы обсуждаем стандартную космологическую модель и космогенезис. — Я так правильно понял, что вот в последние 10 лет разработана стандартная космологическая модель, которая космологами всего мира, в принципе, принята за единую. Правильно? — Абсолютно. — А что такое космогенезис? — Ну, вы знаете, космогенезис — это вопросы, которые вообще ученые, люди, занимающиеся наукой, не позволяли никогда дискутировать, потому что... — Они не позволяли задавать? — Ну, они позволяли, но, в общем, считалась несерьезным такая дискуссия, потому что это был удел, так сказать, фантастов, может быть, и то я не знаю таких фантастических разработок и тем, где о космогенезисе говорилось бы достаточно интенсивно. — Ну, надо сказать, что сейчас пришло время об этом сказать, потому что есть стандартная модель, то есть есть адекватное отражение действительности того мира, который нас окружает. — Есть параметры этой модели, ну, с какой-то точностью, точность, там, порядка десяти и меньше разные параметры, достаточно хорошая точность определения этих параметров. — То есть мы фиксируем состояние Вселенной вот в последние, там, десять миллиардов лет, начиная где-то от секунды до четырнадцати миллиардов лет ее существования. Сегодня фиксируем ее вот той моделью, о которой мы говорим. Теперь возникает потрясающая, удивительная совершенно задача аппроксимации и экстраполяции этой модели в прошлое по законам общей теории относительности. — Еще раз. — Экстраполяции в прошлое этой модели. — Перенести... — Откуда она взялась? — Откуда она взялась? — Как она, из чего она развилась? Вот, значит, во-первых, мы видим, что мы живем в потоке материи. Этот поток называется Хабблским потоком, потому что это расширяющаяся система, расширяющаяся материя. Вот. И Хабблская она называется, ну, может быть, термин не вполне общепринятый, но, так сказать, вот в космологии это называется Хабблский поток, потому что это расширение по определенным законам очень симметрично. В нем нет центра. Но это хорошо известные вещи, и я их повторять не буду. Расстояние между элементами материи увеличивается скорость, скорость их удаления, пропорциональное расстояние между ними. Вот это единственный закон, который не дает центру. То есть относительно любого элемента материи, любой частицы вы видите тот же самый, такой же способ организации расширения этого потока, который инвариантен, не зависит от места, положения наблюдателя. Ну, то есть у Вселенной нет центра. В той области, в которой мы находимся, центра нету, в той области. Но как только мы получим информацию о границах, конечно, мы узнаем, где центр и откуда все это возникает, но мы пока, так сказать, находимся в ограниченной области, доступной нам в наблюдениях. Ну, надо понимать, что характерные времена тут колоссальные. Это ни сегодня, ни завтра не случится. Это есть характерные времена десятки миллиардов лет. — Так вот, я хотел ответить на ваш вопрос насчет космогенеза. Значит, вот это потрясающе. То есть есть фиксация модели сегодня. Мы видим, что этот поток расширяется. Значит, он откуда-то расширяется. Мы можем посмотреть и достаточно далеко сделать экстраполяцию, как он расширялся, откуда. Значит, выясняются удивительные факторы. Во-первых, поток детерминированный. Он очень симметричный, достаточно симметричный. Ну, я сказал хабблский, это только, так сказать, приближение. На самом деле, если строго говорить, это квазихабблский поток. То есть у него есть малое возмущение и малое возмущение. Есть структура этого потока, которая, так сказать, дает отклонение от однородности изотропии. И, собственно, отклонение реального потока материи, в котором мы живем, от строго хабблского потока – это то, что мы называем структурой. Галактики, скопление галактик – это структура. Они нарушают, конечно, хабблский поток. Скопление галактик получается исключение? Нет, они нарушают хабблский поток, значит, не участвуют в нем. Это те области материи, которые галлюционно обособились и уже дальше в общем расширении участвуют, эволюционируют самостоятельно. А вот это вот расширение материи, которое мы называем хабблским потоком, это на больших масштабах происходит. То есть в малых масштабах поток нарушен. И мы реально, так сказать, вот живем на планетах, в галактике и видим, что никакого расширения здесь нет. Это галактика галактика. Галактика захвачена самодостаточная самостоятельность области материи. То есть наша Земля – это нарушение закона расширения Вселенной. Ну, не только Земля, да. Галактика, лучше сказать. И галактика, хорошо. Ну, Земля как вот характерный такой пример. Мы живем на нарушении. Так вот, космогенезис – это удивительное приключение, которое можно сделать, взяв стандартную модель и посмотрев, откуда все это появилось. Мы видим, что этот поток был детерминирован. Вот эти возмущения, которые привели к галактикам, к структуре, они были маленькие очень вначале. Очень маленькие, там, уровень 1,100-100 тысячная в безразмерных единицах нарушения вот этого вот строгого однородного изотропного расширения материи. Это значит, что полностью предсказуемый был поток. То есть задайте начальные условия, и дальше мы вам все объясним, как все это развивается. Самое интересное, какие были начальные условия. Начальные условия, ну, самое главное свойство этих условий, что это был импульс на расширение, не нажатие, потому что есть еще противоположный процесс коллапс. Это был импульс на расширение. И второй важнейший фактор, может быть, даже первый, то, что это была колоссальная плотность. То есть поток расширяется от очень больших плотностей. И вот это главный вопрос, на который можно теперь пытаться отвечать. Собственно, и раньше люди пытались отвечать, но сейчас это можно сделать достаточно строго и научно. Как возникли такие вот начальные условия? Как это произошло? Почему? Кто зажигает? Или как зажигаются эти громадные плотности? Как возникает импульс на расширение? Надо сказать, что человечество проходило несколько этапов понимания космологии. Этот вопрос не находится на границе между космологией и теологией, например? Нет, теология – это другая сфера человеческого опыта. Я хотел задать этот вопрос, собственно говоря, после перерыва на новости, потому что это один из основных, что нам присылают слушатели. Ну, я хотел бы сразу разделить. Теология – это опыт человечества совершенно нового плана, это мистический опыт. Там принимаются на веру многие положения, которые не оспариваются. А научный опыт – это эмпирический путь. То есть вы исходите только из того, что вы видите вокруг, из опыта, из наблюдения, я уже это говорил. Еще раз повторю. Вот. И вводите минимальный набор гипотез, параметров, даже не гипотез, а параметров, которые, так сказать, дальнейшее развитие теории может объяснить, может нет. Ну, обязаны объяснять. Следующий этап построения теории должен объяснять, как возникают эти параметры. Ну, когда устанавливается первый этап теории, просто вводятся параметры. Вот. И эти параметры определяются из эксперимента. Вот. Минимальное количество этих гипотез, оно не включает понимание, так сказать, вот, того, что люди понимают под Богом. Пока что не требуется такая гипотеза, так скажем. Вот. Пока что то, что мы видим, научная наука вполне, так сказать, опираясь на эмпирический путь познания, вполне может объяснить. Ну, что будет дальше, мне трудно сказать. — Вопрос от студента из Москвы под ником Фотополк. Он нам на интернет-сайт прислал вопрос. А сколько может существовать по времени наша Земля, Солнце и Вселенная? Ну, ограничимся Вселенной. Понятно, что 14 примерно миллиардов лет назад. Правильно я понимаю? — 14 миллиардов лет назад вот эти громадные плотности, ну, я могу назвать единицы, я не знаю, может быть, это не так важно. Это сверхбольшие плотности на многие-многие десятки порядков больше, чем плотность ядерная. Вот. Значит, ну, это считается вот как бы началом... — Большой взрыв. — Начало Большого взрыва, да. Вот не началом Вселенной, а начало Большого взрыва. Вот как возникли эти условия, это и есть, собственно говоря, вот то, что мы называем космогенезисом. Об этом мы можем поговорить после перерыва. Какие есть идеи в этом смысле? — Мы поговорим после перерыва, и я вам задам вопрос. 14 миллиардов лет назад это произошло, а сколько еще может продлиться? Вот с этого вопроса мы начнем нашу вторую половину программы. Владимир Лукашев, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом теоретической астрофизики Астрокосмического центра Физического института Академии наук. Программа «Они» мы обсуждаем стандартную космологическую модель и космогенезис. Ваши вопросы, комментарии присылайте смс-ками на номер 7-9-8-5-9-7-0-4-5-4-5. Работает радиостанция «Эхо Москвы» новости. Работает радиостанция «Эхо Москвы». Ашот на сибуху микрофона. Гости в студии Владимира Лукаша, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом теоретической астрофизики Астрокосмического центра Физического института Академии наук. Обсуждаем стандартную космологическую модель и космогенезис. Телефон, по которому можно присылать смс-ки с вопросами и комментариями. Плюс 7-9-8-5-9-7-0-4-5-4-5. Перед кратким выпуском новостей мы договорились с вами, Владимир Николаевич, что вторую половину беседы начнем с вопроса. 14 миллиардов лет назад, поправьте меня, если я неправильно формулирую, 14 миллиардов земных лет тому назад произошел большой взрыв, с которого, собственно, началось формирование нашей Вселенной. Сколько еще может существовать в земном летоисчислении нашей Вселенной? Ну, термодинамика, закон термодинамики, их никто не отменял, они нам подсказывают ответ. Значит, то, что система, предоставленная сама себе, стремится занять минимумом энергии. Поэтому то, что мы называем Вселенной, расширение Вселенной, это просто релаксация материальных полей к минимуму. Ну, если совсем упрощать, релаксация массивных полей к состоянию минимальной, которое не занимает минимальной энергией. Потому что в симметричных теориях, в объединенных теориях все поля безмассовые, и частицы приобретают массы только при нарушении симметрии. То есть, в процессе расширения раннего, скорее всего, происходили какие-то изменения в веществе, в вакууме, их называют фазовыми переходами, которые привели к появлению массивных частиц. Вот идет просто релаксация системы к минимуму энергии. В разные периоды расширения разные формы материи сменяли друг друга. Так называемый радиационно-доминированный период был, когда безмассовые частицы доминировали, излучение. Потом этот период сменился материально-доминированным, когда доминировала темная энергия и обычное вещество, которое мы называем барионным веществом, из которого мы состоим, планеты состоят, Солнце состоит. И сейчас, ну, в последние, там, допустим, 3 миллиарда, 3,5 миллиарда лет, если точно говорить, идет доминирование другой формы энергии, которая называется темной энергией. Почему это так происходит? Ответ достаточно тривиален. То есть, в процессе расширения эти формы материи имеют разные эффективные давления. Работа сил давления происходит при расширении, как мы знаем, из школьной физики. И плотность падает быстрее, если давление больше. Тогда работа сил давления происходит... Величина эта оказывается больше. То есть, сначала быстро в процессе расширения затухает форма материи, которая имеет положительное давление. Это вот излучение. В затронутом состоянии давление составляет треть плотности энергии, то есть, очень достаточно большую величину, сопоставимую с плотностью энергии. Темная материя имеет эффективное нулевое давление. Поэтому в процессе расширения плотность этой формы материи падала со временем медленнее, чем плотность релятивистских частиц. Поэтому настал период, когда релятивистские частицы подсели, их плотность сильно уменьшилась из-за расширения материи. И вышли по плотности, стали доминировать обычная материя. Имеется в виду то, что мы называем в узком смысле материи. Это темная материя, это узкий такой термин. Вообще, все, что вокруг нас, это материя, бесспорно, включая пространство-время. Но в узком плане мы называем темной материи, здесь, чтобы путаницы не было. Вопрос языка, это не вопрос споров, а вопрос договоренности. Вот есть такие условности языка, бесспорно. А сейчас доминирует форма материи, которая имеет эффективно-отрицательную плотность. Значит, отвечая на ваш вопрос... То есть, эффективно-отрицательная плотность, и она ведет... Я прошу прощения, эффективно-отрицательное давление. Эффективно-отрицательное давление. Это тоже форма материи, которая просто ждала, пока упадут по плотности излучения. Если давление отрицательное, то, значит, скорость расширения Вселенной, она получается... Нет, нет, ну, здесь тоже, понимаете, это все язык. Значит, когда я говорю давление, да, я имею в виду, если строгое определение давать, это просто компоненты, пространственные компоненты тензор-энергии. Основной... Нам, вообще говоря, не нужно все свойства материи знать, чтобы понять, как происходила эволюция. Достаточно знать только ее, как говорят, динамические свойства, ее энергии и импульс. Вот. Есть... Это тензор, имеющий 10 компонентов. Вот. Временная компонент называется плотность энергии, а пространственные компоненты... Ну, мы их называем давлением, эффективным давлением. На самом деле, конечно, не нужно путать здесь с нашим обыденным представлением о давлении, как о давлении частиц. То, что состояние материи не обязательно может быть в форме частиц. Оно может быть в форме полей, в других формах. Понятие частиц – это достаточно такое, ну, узкое понятие, скажем, необязательное. А понятие энергии и импульса – это самое широкое понятие о движении, состоянии движения материи. Так все-таки, Владимир Николаевич, я хочу все-таки услышать от вас, космолога, более конкретный ответ на вопрос. Сколько еще продолжится расширение Вселенной? Я подошел. Сколько? Значит, это зависит от того, как релаксация, это пойдет дальше. Не исключено, что в простейшей модели… То есть, отвечая на этот вопрос, нужно подойти к обсуждению того, что такое темная энергия, поскольку это основной компонент, который сейчас определяет темп расширения Вселенной. Значит, простейший… На этот вопрос я не могу ответить. Я могу только, опять-таки, сказать в рамках простейших моделей, что это может быть. Это может быть просто массивное поле. И это поле эволюционирует в двух состояниях. Так называемое состояние медленного скатывания, или вот то состояние, в котором имеет отрицательно эффективное давление. А есть состояние частиц, массивных частиц этого поля. И процесс релаксации идет сначала через стадию медленного скатывания, потом идет к стадии частиц. Когда наступит стадия частиц, опять эффективное давление будет около нуля. Сколько продлится эта стадия медленного скатывания, когда эта форма массивного поля имеет эффективное отрицательное давление, сказать трудно. То есть вопрос экспериментальной проверки. Сегодняшние данные не позволяют нам поставить параметр. Это параметр массы и параметр начальной плотности, откуда началась эта эволюция. Экспериментальные данные, наблюдательные, точность пока не позволяет определить массу. Вообще в гравитации массу очень трудно определять, практически невозможно. Только косвенным путем через другие взаимодействия это можно сделать. Отвечая на ваш вопрос, я могу точно сказать, что это в рамках той модели, которую я обозначил, массивного поля, что период ускоренного расширения, который связан с темной энергией, с отрицательным эффективным давлением, он продлится конечное время. Но это время может быть достаточно большим. Характерное время, за которое масштабный фактор меняется в два раза, все масштабы при расширении изменяются вдвое, для темной энергии это 17 миллиардов лет. И таких периодов по 17 миллиардов лет... Мы еще не достигли 17 миллиардов лет. Мы не достигли. Мы находимся в самом начале... Да, у нас 14. Мы достигли в самом начале динамического влияния темной энергии. По сути... Вот в рамках той модели, которую я обозначил, я ответ могу сказать так. Значит, расширение фази темной энергии, значит, оно будет конечным, но может быть достаточно большим, но нетрудно цифры называть. До сотни миллиардов лет, может быть, и больше. Но оно закончится... Но конечное. Оно конечное в рамках этой модели. Понятно. Но оно закончится в другой стадии, в стадии с эффективным нулевым давлением. И там возможно что угодно. Там в рамках простейших моделей космогенезиса, там возможна остановка расширения и коллапс. То есть хлопывание внутрь, обратно. Хлопывание, да. Но до этого, скорее всего, будут уже видны границы. То есть дойдет информация о границах, а когда она дойдет, сильно все изменится. Однородность, изотропия будет нарушаться. Но надо понимать, что эти времена колоссальны совершенно. То есть человеческий мозг, он пока такие времена... Насчет человеческого мозга, у нас есть вопрос о месте разума в вашей теории космогенезиса. Есть ли такое... Включено ли понятие разум? Нет. Ну, мы просто находимся на стадии развития. Я имею в виду, если говорить о человеке, да, который может строить представление про окружающий мир в рамках физических моделей. Вот в этом смысле, если вы говорите о разуме, то это забавно и интересно очень. То есть мы отображаем... У нас свой язык. Вот этот язык, то, что мы называем физикой, да, построение модели, это наш язык, понимание, описание природы. У природы другой язык. Вот. Понять язык природы, это значит сильно продвинуться в понимании, как она устроена. И это очень интересно. Вот. Ну, разные языки, так сказать. Нужен переводчик. Нужен словарь. Хорошо. А давайте коротко пройдемся по некоторым вопросам. Анатолий спрашивает. Развенчивает ли ученые бред о теории струн и червоточинах? Теория струн. Насчет бреда мне... Я не буду комментировать. Я пытаюсь комментировать только научное высказывание. Вот. Теория... Если речь идет о теории суперструн... Да, есть... Это более глубокий уровень понимания природы, понимания природы фундаментального взаимодействия в очень малых масштабах. Это гипотетическая вещь. Значит, она связана с определенным представлением о материи в очень малых масштабах. И позволяет сильно продвинуться в предсказаниях. Но вот именно в вопросах предсказаний имеются большие проблемы. То есть, эта теория пока не вышла на уровень... Все надеялись, что появится этот уровень сравнения с опытом, где можно будет проверять опытным путем, экспериментальным путем предсказания этой модели, предсказания этой теории суперструн. Но пока что это не достигнуто, и здесь, можно так сказать, большое разочарование существует в этой области на сегодняшний день. Что касается червоточины, для кротовых нор, принят более правильный термин кротовые норы, но никакой это не бред. Есть строгие решения, уравнение Эйнштейна. Вопрос, как они образуются, астрофизически, конечно, открыт. Скорее всего, нет таких механизмов образования, как, например, механизм образования черных дыр. Но это ни о чем не говорит. Есть решения, их можно исследовать. Нет, или, может быть, мы просто о них не знаем? Ну, на сегодняшний день мы можем сказать, что мы не знаем однозначно, да, но не видим пока таких способов образования. Теоретически, возможно, имеется в виду. Мне трудно. Вот я не могу на все вопросы ответить. Но строго могу сказать, что есть такие решения, исследовать их устойчивость, исследовать их свойства, вполне уважаемое дело, это можно делать. Ольга и Ирина интересуются, откуда взялось то, что взорвалось 14 миллиардов лет назад. Я все пытаюсь к этому вопросу подойти, не знаю, успею ли я. Значит, это потрясающий вопрос. Спасибо Ольге за этот вопрос. Потому что мне позволят все-таки 2-3 слова сказать о космогенейсе. Вот человечество прошло несколько этапов понимания космогенейса. Первое я уже сказал, это вот с того времени, как в 22-м году Александр Фридман, русский математик, который слушал лекции Фредерикса по теоретно-носительности в Петербургском университете, написал после очередной лекции уравнения Эйнштейна для однородной затропной среды, получил знаменитое уравнение Фридмана, которое фридманского модель, фридманское решение, как сейчас называется, или модель Фридмана, которое описывает именно вот это вот расширение. И через буквально 2 года подтвердилось наблюдениями, что да, действительно, имеется такое расширение. Но вот это вот начало, так сказать, универса, парадигма универса. Но она никого не устраивала. Как это вот? Надо постулировать однородность изотерапии. В общем, достаточно симметричное состояние вещества уравнения Эйнштейна. Нелинейное. И непонятно, откуда все это взялось. Потом в 80-х годах появилась парадигма инфляции, которая говорила, что не надо. В результате оказалось, что не нужно постулировать однородность изотерапии. Надо постулировать довольно общее свойство материи. Ну вот, эффективно отрицательное давление должно быть. И расширение. И расширение, конечно, надо постулировать. И после этого сама система, гравитация приведет к однородности изотерапии потока. Это удивительно, свойство гравитации, оно связано с дальнодействием. Вот я приведу пример коллапса. Есть звезда, сложнейшая система, там температура есть, частицы, потоки, магнитные поля и так далее. В конце концов, ресурс звезды расходуется, реакции термоядерные заканчиваются, звезда коллапсирует. Образуется черная дыра, у которой единственный параметр масса внешняя. Вот куда девалась вся эта информация. То есть, гравитация из достаточно произвольных начальных состояний, но с определенными, конечно, ограничениями, формирует упорядоченную систему. Оказывается, точно такое же свойство у гравитации при расширении. Если вы зададите эффективно отрицательное давление, достаточно сравнительно гладкие распределения плотности и эгалляционных полей, вы получите систему, которая будет приближаться к хабблскому потоку, к идеальному хабблскому потоку. Но это идеал. Это как... Это удивительное свойство гравитации. То есть, она формирует и на расширении, и на сжатии формирует симметричные системы. Вот. Ну, пришло понимание в 80-х годах о Малти-версии. Конечно, должно быть много вселенных. Никакого, иначе, так сказать, с принципом Коперника непонятно, что делать. И ясно, что не должно быть выделенных, так сказать. Вот. Каков механизм космогенеза? Вот. На самом деле, инфляция тут не помогает. Потому что инфляция не отвечает на вопрос, почему были большие плотности. Она просто говорит, как из малого сделать большое. Как сделать такой большой объект, как Вселенная. Основное свойство его, то, что он очень большой. Вот. Ну, конечно, это все возникло из квантовокреционных микропроцессов, из маленьких масштабов. Вот инфляция отвечает на этот вопрос. Достаточно блестяще отвечает. Как из малого сделать большое. Но как большой плотности задачи, конечно, инфляция здесь бессильна. И она, собственно, не претендует. То есть, я правильно понял, теория объясняет существование Вселенной с момента, собственно, начала Большого взрыва. А вот что было до, до конца не ясно. И вот сейчас как раз колоссальный бум связан в интернете, в литературе научной, связан с космогенезисом. Потому что, по сути, я на этот вопрос уже ответил. При коллапсе возникают большие плотности неизбежные. Вот. Вы только должны перевести фазу коллапса в фазу расширения. Вот, собственно говоря, и есть эта гравитация, которая сжигает вот эти большие плотности. Но эпоха прохождения сверхбольших плотностей, она, даже это не эпоха, это одноразовое, кратковременное состояние. Вот. А вам нужно просто построить решение, и такие решения сейчас строятся, в частности, в нашем коллективе, значит, вот, в Астрокосмическом центре, теоретическом отделе. Есть модели, которые вам позволяют перевести коллапс, энергию, импульс, вы никуда не денете. Импульс, так сказать, на сжатие, он переходит на расширение, и формируется поток, который, если он будет подхвачен инфляцией, переходит в хабблский поток. То есть, вот такие, но нужно понимать, что такие вот вселенные, мы их называем астрогенами вселенной, они образуются в абсолютно будущем по отношению к материнской вселенной, где произошел коллапс. Коллапс может быть любой, например, обычная звезда может сколлапсировать, звездные массы и, так сказать, явиться причиной рождения астрогенной вселенной где-то на другом листе, в абсолютно будущем по отношению к нашему пространству. Вот такие модели сейчас, так сказать, ответ принципиальный вот какой, что высокие плотности зажигаются коллапсом. То есть, сами по себе плотности, они самодостаточны. Сама гравитация, да, вот приводит... Два свойства гравитации. Коллапс и расширение. Понятно. Владимир Лукаш, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом теоретической астрофизики Астрокосмического центра физического института Академии наук. Вот такое длинное перечисление места работы и научных достижений нашего гостя. Благодарю вас, Владимир Николаевич, за участие в программе. Когда меня выгонят с радиостанции «Эхо Москвы», я пойду в космологию. Примите, вот буду работать. С удовольствием. Потому что что-то я для себя сегодня прояснил. Спасибо. Мое представление о вселенной расширилось. Я что относительно говорю, до свидания. Встретимся через неделю. Благодарю всех, кто прислал очень многочисленные вопросы и смс-ками, и на интернет-сайт. Но на часть этих вопросов мы смогли сегодня найти ответы. Всего доброго. Продолжение следует...